Интересная история обнаружения клада с сокровищами Оксна. Он представляет собой коллекцию из 180 предметов из золота и серебра, обнаруженных на северном берегу реки Амударья, в древности Оксус, недалеко от села Тахты Куват, современный Таджикистан, в 1877 году, и относится к империи Ахименидов, 550-330 годы до н.э. Предполагается, что после засухи на берегу реки Клад нашли местные жители и продали каравану купцов, которых по дороге взяли в плен афганские бандиты и растащили сокровища. Вызволил из плена купцов политический представитель Британской империи в Афганистане капитан Фрэнсис Чарльз Бёртон, который позже помог купцам вернуть и сам клад. Большинство предметов из клада было распродано на базарах Британской Индии, современный Пакистан. Артефакты смог отследить и собрать воедино английский антиквар Агастис Уолстон Фрэнкс, завещавший свое собрание Британскому музею в 1897 году, где сейчас и находится сокровище. Население северной части Западной Грузии, Калхидское царство, сохраняло свою независимость от Персии. Греческий писатель Плутарх говорил, что иберы не покорялись ни медианам, ни персам. Иберами называли население современной Грузии. Открытия 1961 года в поселении Вани стали важным поворотным моментом в изучении грузинского, в частности колхского ювелирного дела. Археологическая экспедиция под руководством археолога Нино Хаштария раскопала роскошную гробницу знатной молодой женщины, датируемая первой половиной IV века до н.э. В которой находилось более 1400 изысканных золотых украшений. Особое восхищение вызывают золотые серьги с наездником. Сейчас эти шедевры можно увидеть в Национальном музее Грузии. В 1965 году группа археологов обнаружила серию древних гробниц вдоль акведука водохранилища реки Чжан в Китае. Они обнаружили более 2000 артефактов, но ни один из них не был более впечатляющим или удивительным, чем меч Гаудзяня. Вся гробница была залита водой более тысячи лет. Но как ни странно, когда ученые достали меч из ножен, он оказался как новый и невероятно острый. После анализа, оказалось, что меч был изготовлен примерно с 771 по 403 год до н.э. Это означало, что клинку было около 2500 лет. Обе стороны клинка украшены повторяющимся ромбовидным узором, темные линии которого выделяются из общего золотого оттенка меча. Между тем гарда инкрустирована голубыми кристаллами и бирюзой. После расшифровки иероглифов удалось установить, что меч принадлежал королю Гаудзяню, правившему царством ЮЭС 496 по 465 год до н.э.